Мы говорили о том, что вот в тот день, да, мы говорили, что это был за день. Я понимаю, что сейчас вот я говорю с вами, я где-то вот теряю вас в этих днях, какие там дни были особенно, я знаю, что вы теряю. Но не теряйтесь. Почему так важно? Потому что вот те праздники, которые у нас есть в еврейском месяцах, общине, либо в синагоге, они как раз вот связаны вот с этими реформами, которые произошли во времена второго храма. Эти реформы задали еврейскому народу тот консенсус понимания, кто они и что они, и несли это до сегодняшнего дня. Мы понимаем, что как бы эти реформы, которые делает Неемия и Эзра, они очень сильно, ну как бы, меняют структуру всего общества. И мы видим, что это происходит. И важно сравнить два местописания, Неемия, 10 глава, 28 по 29 стих, и Неемия, 13 глава, 3 стих. Давайте вот откройте, кто-нибудь, Неемия, 13 глава, 3 стих. Что там написано? Да, да, читайте. Услышав закон, они отделили, да? А вот 10 глава, 28 и 29 стих. И прочие народы, священные, еврейские, превратные, инфекции, инфемии и все, отделившиеся от народов, иноземных, к закону Божию, Жены их, сыновья их, и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди Господа, Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его. Вот смотрите, там как бы вот между двумя этими местами, как бы одна и та же мысль идет, да? Помните, я говорил, что для меня сомнительная часть, вот 13 глава, да? Это не глава после возвращения, не имея из Бавилона, вернее, там как бы из путешествия, а как бы итог всех реформ, которые проходили от 8 по 12 главу. Вот для меня, вот там как бы суммирование такое как бы идет, да? Потому что очень сложно там как бы некоторые вещи видеть. Но мы замечаем, что 3 стих, они говорят о том, что они услышали закон и отделились, да? А 10 глава, 28-20 стих говорит, кто отделился, каким образом отделились. Если мы будем дальше читать 13 главу, дальше о том, что отделились от жен выгнали неназемных, и так далее, и так далее, можно понять, как будто все израильтяне повыгоняли своих жен оттуда. Помните, мы говорили до этого, что существовала позиция у евреев, это не возвращаться к религиозной идентичности Израиля. Помните, мы говорили об этом. Поэтому женились на разных народах. А именно, вот первая книга Эзры говорит так. «По окончании всего подошли ко мне начальствующие и сказали, народ Израиля и священники, и левиты, не отделившиеся от народов иноземных и с мерзостями их, от Хананеев, Хитеев, Ферезев, Иусеев, Аманитян, Моавитян, Египтян, Амореев, потому что взяли дочерей их за себя и сыновей своих, смешали семя святое с народами иноплеменными, против, как бы, типа, при том еще рука знатнейших главенствующих там были с этим». Другими словами, намек на Товию, что он один из знатных способствовал вот этому смешательству, этому запрету, который Бог поставил для Израиля. Но, несмотря на это, знаете, я усмотрел в слове «отделившиеся», да, не просто отделить себя от чего-то, от чего-то, но отделившиеся не только физически, но и духовно. Мы видим здесь такую композицию, что они отделили себя от народов, а потом отделили себя духовно от всех мерзостей. Или нет? Или я ошибаюсь? Да, вот, и они пристали к Божьему, к Слову Божьему, то есть пристали к заповедям, они присоединили себя. Там, в других местах пишется о том, что они, как бы, взяли на себя ответственность. Но, знаете, что я начал думать, что означает слово «отделить себя»? И вот, и Бог отделил вас, отделил вас от всех народов. Мы говорим молитву перед чтением Торы, да, о том, что ты взял нас от всех народов, отделил нас от всех народов. Вот слово «отделение» как будто какая-то избранность, да, вот такая особенность. Освящение и так далее. Здесь, вот в этом месте можно подумать о том, что им настолько все надоело, что они взяли, побросали своих жен и всех остальных и прилюбились к Богу. Я взял словарь и, знаете, что интересно нашел? Что слово «пушим», что означает «фарисей», да, означает «отделившийся», «обособлился», «отделившийся от кого-то». Мы знаем, что фарисейство имеет свое начало где-то второй век до нашей эры. Второй век, это где-то особенно проявляется в некоторых летописях. Но слово «фарисей» на самом деле имеет вот этот корень «отделение», «отделить себя от чего-то». Помните, как бы, та вещь, которая вот Ишуа говорит, стоит фарисей в храме и молится, да, и говорит, вот, я не такой, как этот, то есть слово «отделился себя». И этому есть своя позиция. Есть такое понимание, что Эзра, фактически Неемия, стал первым отделившим, тем начатком фарисейского учения. И давайте за правду возьмем такую, да, что именно в Вавилоне начались эти понятия обучения, что священники священниками, а есть еще учителя. И мы называем это местом, где мы говорим «синагога». До этого синагога не было, до возвращения не было синагога. После возвращения из Вавилона, из пленения, начались обучения, важность изучения Слова Божьего. И интересно, что сыны Израиля, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся с ним от нечестности народа земли, чтобы прибегать к Богу Израилеву. Здесь четко говорится, сыны Израиля, возвратившиеся из переселения, то есть отделили себя от других народов, отделившиеся от нечистоты народа земли. Понимаете, да? То есть есть не то, как бы физически отделился, я не знаю, не прикасаюсь, а именно вот серьезное такое повествование. Вот, смотря на это местописание, я понимаю, что есть отделение духовное. Вот духовное я отделился, я нахожусь среди народа, да, но я отделился. И Шуа говорит, я не говорю, чтобы вы вышли из этого мира, но не будьте с этим миром, не сообразуйтесь, Павел говорит, с миром с ним, но преобразуйтесь умом вашим. То есть я оставлялась в этом мире, как овец среди волков, но мужайтесь, я победил мир. Другими словами, пускай вот эта, та реформация, например, которую делают Неемия, оно на вас именно повлияет с той точки зрения, как духовного отделения от всех мерзостей, которые происходили тогда среди еврейского народа. Я вот зачитал Эзеру, который говорит, что они взяли себе жены. И написано, что и священники, и народ Израиля, и священники, и левиты не отделились от народов иноземных с мерзостями ихними. Левиты, священники? Что это за намек? И мы уже говорили, Атовия, это был один из представителей священства, к которому мы потом вернемся, что он делал дальше, относительно храма и порядка в храме. Я понимаю, что слово отделение от народа, от амхарец, слово амхарец от других народов, да вот, это народы земли, отделение от других народов, такое как бы нечто, упор делался на закон ритуальный, то есть отделить себя от народа, и ритуальный закон, чистое и нечистое. Входит сюда вот конкретно позиция, чистое и нечистое. Народы другие, которые послужат другим богам, поклоняются другим идолам, это не чистота, не чистое, все. Мы должны отделиться от других народов, иначе они, ну как бы сказать, влияют на наше духовное возрастание. И упоминает в том, что, подождите, вы не помните, что Соломон, его жены, его же увели в сторону. Вот момент такой, некие такое преемство от Эзры к Неемии, это вот преемственность, и послужило новозаветним фарисеем, возникновением фарисейства, новозаветим, как мы называем, идет некий призыв к сектантскому отделению. Извините. Вот в данном контексте, вот в котором говорится, отделение, фактически мы создаем среди евреев свою секту. Закрытое общество, которое берет на себя обязательства, и эти обязательства будут суворыми и жесткими. Или я ошибаюсь? Ну, я могу прямо сказать, здесь первый такой саппаратизм такой, отделить себя, отделить себя от чего-то, и сделать закрытое общество, в которое другие люди не могут войти, кроме тех, кто берут на себя обязательства жить так, как мы постановим, относительно Слова Божьего и основываясь на Торе. Перегнул ли Неемия? С одной стороны, где-то он перегибает, но в рамках закона. Здесь нет перегиба просто так, вот как бы захотелось, он там это все делает реформу. Рамки закона все равно остаются. И это очень важно понимать. Остается ли место для взаимоотношения между внешним миром, чтобы распространить веру в Бога Всевышнего, который является Богом Небес? Остается ли вот в таком контексте отделение? А? Нет. То есть мы, как бы, сектанство никогда не позволяло распространить веру. Она зацикливалась внутри себя. Эзра 1.2. Я сейчас почитаю. И так говорит царь Персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог с небес. И Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Что-то произошло среди евреев, которые повлияли на Кира. Но дальше распространение веры в Бога Небес на другие народы не происходило. Они не могли это сделать. Несмотря на то, что самаритяне какой-то частью верили в этого Бога. Ну, приносились жертвы, может быть, еще какие-то праздники праздновали. Это удивительно. Можно предположить, что идет речь о жесткой реформации. Оно так и есть. Жесткая религиозная реформация, которая помогла разобраться в еврейской религиозной идентичности. Что чисто, что не чисто. И я хочу сказать, что вот в этом моменте Бог не показывает, что нельзя жениться вообще по любви. Бог говорит, что отделение от других народов это не стандарт, который говорит о том, что жениться на других народе это грех. Понимаете? Нет, о чем я говорю. Не понимаете. Жениться вообще над других народом это не грех. Жениться. Но претензией становится вера тех народов, которые могут тебя увезти. Вот момент. Возьмите руфь. Возьмите руфь. В которой я сказал, твой народ будет моим народом. Будучи мовитянкой, она делает это решение. Я думаю, честно, вот мое понимание, что Бог все-таки заинтересован в других народах, потому что и не называет это грехом, как таковым. И Эзра и Неемия следуют букве закона, но в некоторых местах они будут становятся жесткими то, что не под... Ну, более жестче, чем это подразумевает закон. В Таразаконе 16 глава 13 по 14 стих. Праздник кущей совершайте у себя 7 дней. Когда уберешь сгубна твоего из точила твоего, веселись в праздник твой ты и сын твой, дочь твоя, раб твой и рабыня твоя. Нормально, да? Левит и дальше пришелец сирота вдова которая в жилищах твоих. Слово пришелец есть амхарец житель другой земли. То есть другими словами Бог здесь говорит в эти праздники празднутие даже иноплеменник пускай с вами празднует. Но на моих условиях. Вы понимаете, да? то не является иудеем. Другими словами, делая реформацию, не имея делать жесткую реформацию в рамках закона, да? Но более жестко. И говорит о том, что вообще иноплеменник не может войти посреди Израиля и мы делаем жесткую традицию. Не войдет. но так не все считают. Закон, вот мы видим в исходе 12 глава 48 по 49 стих. Один закон будет для природного жителя и для пришельца Амхаратс, поселившийся между вами. Один закон будет. о чем это на что-то наталкивает нас. На том, что Неемия и Эзра делая эту реформацию ставят условия, что Моисей сказал, что на условиях закона Господь позволяет Амхаратс другими народам быть частью нас, если он примет наши условия. Понятно, да? То есть когда мы читаем вообще вот как бы по Неемии, что они выгнали всех жен, выгнали всех, но очень важно, что вот здесь 10 глава 28 стих. Остальной народ, священники, левиты, стражи ворот, певцы, храмовые рабы, все, кто отделился от других народов, приняли Божий закон. Мы часто не видим это. Отделиться можно, да? И дальше, а также их жены. Мы считали, вот Эзра говорит, подожди, и священники, и левиты, и даже богатые люди, там, князья, да, они смешали с другими народами, взяли себе других жен, и вот что-то произошло. Одни ставят условия, нужно выгнать их, потому что не имеет права, не войдет, и был плач, а здесь говорится, что они взяли на себя обязательства. я лично понимают, что это некий такой, ну, хотите понимать, прямо ли вы, нет, это некий ги-юр, ги-юр, то есть, твой народ будет моим народом, твой бог будет моим богом, куда ты пойдешь, туда я пойду, где ты умрешь, там и я умру, вот эта позиция, сегодня, эта позиция, она религиозными евреями принимается по-другому ги-юр, там и другие обязательства, другие, ноша другая, да, чтобы стать иудеем, и взять на себя ги-юр, можно обрезаться, можно взять все заповеди, еврит нужно знать, чистая, нечистая, вот, как бы, позиция, да, вот ты должен пройти эту школу такого выживания, и ты, доказать, что ты по-настоящему взял на себя ги-юр, но мы здесь не видим, здесь написано, что очень просто, они, жены, и сыновья, и дочери, всех тех, кто способен понимать, присоединились к своим знатным соплеменникам, дали обет и клятву жить по Божьему закону, какую можно клятву дать, жить по Божьему закону, мы видим покаяния, как Йом-Кипур, что-то происходит, и вот они делают решение следовать за Богом, и вот небольшая разница между синодальным переводом, который мы читаем в Танахе, не имея 20, глава, 28 стих, и Танах, который говорится из еврейского Танаха, где этот пример приводится, там написано, я вам прочитаю два, эти две версии, и прочий народ, священники, левиты, превратники, певцы, нефиеи, и все, отделившиеся от народов иноземных закону Божьему, и жены, их сыновья, их дочерей, и все, которые могли понимать, пристали к братьям и почетным из них, и вступили в обязательство с клятвою, и проклятием поступать по закону Божьему, который дан рукою Моисея, раба Божьего, соблюдать, исполнять все заповеди Господа, Бога нашего, и устава Его, предписанное, предписание Его. А вот по-еврейски звучит так, и остальный народ, священники, левиты, стражи ворот, певцы, подданные, и все, отделившиеся от народов других стран, принявшие Тору Божью, их жены, сыновья их, и дочери, все, кто способен понять, поддерживали братьев своих и знатных своих, и пришли с клятвою и присягой в том, что следовать той Божьей, которая дана была через Моше, раба Господней, чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Господа, Бога нашего, и закон Его, и уставы Его. Немножко как бы, есть небольшая разница, те, кто взяли на себя это обязательство соблюдения, и вот Неемия, он как будто жестко поступает, как будто все, кого ты любил, ты можешь выгнать, да, теперь, но на самом деле нет, брак должен быть по любви, в первую очередь, люди женятся не потому, что делать нечего, нету себя спутницу, а потому, что влюбился, потому, что есть чувства, и вот эти чувства переросли в большее, больше, чем мы можем себе представить, все отделившиеся от народов и наземных к закону Божьему, как можно взять, ну, как бы продолжать жить с человеком, который не хочет взять на себя ответственность по закону Божьему, поэтому поорав Шаул говорит, пускай, ну, хочет выйти замуж, но со своим поверьем, то есть, лучшим, со своими поверьем, почему, потому, что он понимает, что вот эти реформы, которые это были, они важны и для Нового Завета, что лучше быть в супружеских отношениях с людьми одной веры, одной веры, одного понимания, чтобы можно было помочь себе на основании Писания, а иначе, я вам скажу честно, будет эта борьба, будет борьба, куда идти, если ты девушка, ты должна идти за мужем, и чаще всего, как бы сказать, такие мужья, которые не следуют за Богом, они побеждают, также и наоборот, жены, которые не следуют за Богом, они побеждают, это условие, которое, ну, понятно, и через что прошел наш легендарный Соломон, что жены его отращали его, именно здесь показана позиция идолопоклонства, понимаете, о чем я говорю, отчасти, может быть, приходили, потому что еврейская вера, это все, но больше всего склонность к тому, чтобы и другие боги, как самаритяне, не имея, не имея, не разрушает закон Моисея, но утверждает его на других условиях, на условиях отделения некой такой, будем говорить так, некой такой фарисейской секты, которая взяла себя в руки и говорит, вот мы настоящий Израиль, мы себя, вот, берем такие рамки, и мы не будем отходить, это реформы, которые повлияли на будущее сего Израиля, вектор, который взял на себя Израиль попозже, и я уже говорил о том, что мы имели ги-юр, да, вот это слово ги-юр, означает некое обрезание, вот следующий момент, мы мы почитаем с вами ритуальная нечистота, или экономический вопрос больше всего, вот, что такое нечистота, это то, что тебя скверняет, или же экономический вопрос, женщины, взятые замуж мужчинами, возвратившиеся из вавилонского плена, способствовали нарушению чистоты общины, которую Изра и Немия считали святым семенем, да, то есть, они понимали, что те, кто замужем или женаты, на нееврейках, или там, на неевреях, они вносят такой дисбаланс на чистоту семени, они подлежали такому резкому изгнанию, ну, понимаем, что в древнем мире это был вопрос наследства, понимаете, нет, что происходило с Нееменью и Руфью, Руфь, Неемень возвращается домой, не имея уже полей, то есть, нету наследников, нету мужчин, нету полей, ничего у тебя нету, этим всем владеют родственники, Руфь, как такова, она не может претендовать ни на одно поле, потому что она что? не имеет мужа и Моавитянка, вопрос теперь следующий, ставшись женою Ваоза, стала наследницей полей? Только наследники Ваоза, и вот здесь идет конкретно момент, это ритуальная нечистота быть семя смешанная, или же это вопрос экономический, кто будет владеть нашей землей? Я лично привержен из того, что фактически здесь больше вопрос и шел, кто нашей землей будет владеть? Вы меня простите, да, действительно нечистота, то есть, если люди не принимали Бога Израилева, проблема, там же, кто будет следующий владелец той земли, которую Бог нам дал наследие и нашему народу, нашему наследию, а если ты не следуешь закону Моисея, ты должен быть извергнут из общества, да, но если ты наследник, у тебя есть вексель земли, которую мне бабушка дала, и прабабушка дала, что с этим делать? Вы понимаете, какая позиция? Я понимаю, что изгнание иноземных жен и детей лежит в экономическом больше вопросе, больше, чем в религиозной детичности, хотя можно предположить, что разделение между пришельцем и израильтяном можно соединить через закон, и вот народ разделялся на пришельцев и народ земли, то есть гола, гола это народ, который живет посреди тебя, да, значение слова Божьего, вот слово такое, как общество Божье, да, вот, говорит, семя святое и не может войти в общество Господне, не имея 13 глава 1-3, в тот день читана была книга Моисея вслух, народ, вот, и там написано, амманетянин и амманетянин не может войти в общество Божье вовек, потому что они не встретились сновь Израиля, цитируя эту главу, можно понимать, что нужно изгнать всех, да, вот, как бы, не иметь отношения, что такое общество Божье в этом самом, понимание Израиля и Тора, верующий, но также, и это не просто амманетяне или амманетяне не могут войти, дети, ну, как бы, сказать, их, как насчет закона Божьего относительно блудницы, ребенок блудницы мог войти в общество Божье, а если человек с, ну, там есть такое место там с раздробленными ядрами, но он же еврей, а если, слово потомство не будет там другое, как бы так, а может быть потомство, а если там, там даже, давайте возьмем, что имелось ввиду, там вот, если второзаконие, 23 глава, с 1 по 3 стих, здесь есть очень интересный момент, там написано, прочитайте, пожалуйста, второзаконие, 23 глава, с 1 по 3 стих, есть там микрофон, кому-то дайте, микрофон, дайте. У кого раздавленный ядрами и отрезан дитроидный член, тот не может войти в общество Господне, сын блудницы не может войти в общество Господне, десятое поколение его не может войти в общество Господне, амонитянин и маовитянин не может войти в общество Господне, десятое поколение их не может войти в общество Господне, вовеки. То есть, после десятого можно войти? Решение простое, после десятого можно, и вовеки, ну, вовеки можно. Смотрите, здесь интересно, в общество Господне не может войти, но когда мы разбираемся, то там написано больше, что сын блудницы не может брать в жены дочерей Израиля, если так разобраться в корне. И, ну, а что, вот, ну, человек, ну, извините, есть скопцы, да, или, как мы говорим, юник, Даниил у нас был кто? Он еще был, Евнух, да? Что такое Евнух? Полностью. А, да, это тот, кого лишили возможности, это самое, иметь детей. А он был богословен или нет? Да, вот, вот, ну, то есть вопрос, вопрос чего? Чего вопрос, вот здесь вот, какой, вот, что имеет Бог в виду? Почтение, поклонение, да, послушание. Но не только, там, как бы, запрет жениться на дочерях Израиля. Больше. Может ли Евнух быть женатым? Почему не может? Ну, почему не может? Ну, хорошо. То есть, не, ну, не, ну, не, ну, вы понимаете, вы все, каждый, судя по себе, это самое, я так понимаю, что забежали татары, забрали всех, мужей и жен, это самое, взяли, сделали одних мужиков с этими, как сказать, Евнухами, но они, которые были женаты, так они женаты или неженаты? Ну, женаты, но не может исполнить свое мужское достоинство, да, как бы, должности. Это проблема, и уйдаизм это большая проблема, да, но в сущности, если мы нисходительны, то мы же можем нисходительны быть, правильно, по любви, отношениям и так далее. И так, ну, вот здесь, слово там, раздробленные ятра и все остальное, здесь даже не имеет в виду, что он не способен иметь секс, что это, как бы, увечья, которое непристойно для того, чтобы жениться. Если ты не можешь жениться, не можешь иметь наследие, не можешь продолжить наследие Израиля. То, другими словами, здесь имеется в виду, что аманетяне ведь могли иметь детей, но они не могут войти, потому что они не могут взять в жены или замуж, взять, выйти, да, за тех, кто не пропустил, вот, мы будем говорить так, на пути. Ведь аманетяне и аманетяне, это народы, происходящие от дочерей Лота, отличившиеся большим развращением, да, которое, которое не, ну, будем говорить так, на которое Бог не сильно так хорошо посмотрел. Это бытие, 20 глава. Закон Торы запрещает даже произносить слова приветствия, обращенные к мавитянину. Это приветствие. Шалом. Ну, да, уже ты почитал, да? Женщинам этих народов запрещалось выходить замуж за сыновей Израиля, за сыновей Израиля, даже кто прошел, мог бы так, Ги-Юр. Ну, так классический пример мы можем видеть. Но если, если, как бы, если, ну, как бы сказать, если полностью обращение идет в веру иудейскую. Итак, еще одна вещь такая есть. Когда я был в Иордании, у нас в нашей экспедиции, будем так, изучении был археолог, который верующий, его звали Рамзи. И мы спросили относительно вот христиан или же и мусульман, да, там. Такого обращения, ну, там нельзя делать, так сказать, мусульмане не становятся христианами, христиане не становятся мусульманами. Даже там был такой момент, что одна христианка, девушка хотела принять мусульманство, и ее папа, ее, будучи христианин, порубал на куски. Это было такое, конечно, кошмар, там такая история. Но я спросил, а вот как же вера, вот, как бы, из-за веры. Если мусульманин женится на христианке, бывает такое, да, он не пытается ее обратить. Ну, там это и Иордания. Но рожденные дети принимают веру отца. Отца, то есть, понимаете, да, вопрос. И вот здесь, конечно же, так же самый вопрос именно Моава и Амона. Что, фактически, эта традиция тянется еще с тех времен, что дети принимают веру своих отцов. Поэтому запрет был жениться девушек, израильтянок, отдавать за сыновей Моава и Амона. Вот, как бы, это такой вот момент. Бог отцов наших. Бог отцов наших. Вера детей связана с верой родителей. Это было нормально. Мы видим также еще и пример Корнилия. Что вся семья его, что приняла Господа, да. Отец крестился. И вся семья. Ну, понятно, я не знаю, какое там решение было. Они все уверовали, просто боялись папу так сильно. Что сказали, ну все, мы тоже туда же. Я не знаю. Но, в сущности, очень интересная версия, особенно с Корнилием. Если он был язычником, да. Не был язычником. Тот Корнилий, да. Но этот Корнилий нет. Но тот Корнилий, конечно же, был. Вот тот Корнилий, который был римский. Вот с чего это, вот с какого перепугу ангелу будить Петра и показывать ему всякие вещи. Богу будить Петра. И говорит, то, что я сказал, ну не читай нечистым. И приходит и зовут его. Говорит, не пойду. Вот, иди. И вот Корнилий что-то сделал, что привлек внимание Господа. И ему нужно было Петру, чтобы объяснить ему, что на самом деле произошло. А разве нельзя было сразу объяснить, что Иисус – это Спаситель и Господь? Или я совсем вас запутал? Если римляне были гидлопоклонниками, то с чего это Корнилий нужно было иметь добрую весть? С чего? Не был? А с чего взяли, что не был? Значит, ходил в синагогу. Ух ты, аж так пошло. Если он римский, значит, точно он идлопоклонник. Все, кто в Риме живут, особенно вокруг Ватикана, это уже 100%. Нет, уже была определенная традиция. Разгаду они реально поклонялись при всех, как бы показывали свое поклонение Цезарю. Хорошо, а что там? Здесь как написано, что богочестивый боящийся Бога, со всем дом своим творившим много милостного народа. То есть, другими словами, что-то произошло у этого римского Корсакова, что он ушел из армии и всей своей семьей хорошо почитал Бога Израиля. Так или нет? Да. А как нужно хорошо почитать Бога Израилева? Да. Если мы говорим относительно тех перемен, которые делал Неемия. Он не знал чего-то, понятно, но здесь четко понимает, что его хождение перед Богом Авраама, Этсаха и Иакова, оно проявлялось внешним поклонением. И это же не как самаритянка на той горе или на этой горе. То есть, где-то он почитал, всем своим имуществом, всем своим семьей, своими детьми, все-все-все-все ходили где-то в ближайшую синагогу. Или я ошибаюсь? Тем более, концентрируется внимание, что всегда молившийся Бог, постоянно. Как вы думаете, что должно было произойти? А этот пошел, но пошел он через что-то пошел. Я вам намекаю, что что-то произошло у этого человека в жизни, не просто поверил, что он еще взял на себя какие-то обязательства. Он же общался с рабами, среди рабов и евреи. Яки рабы и евреи, я вас умоляю. Он военный, он жил там недалеко, среди евреев. С евреями жить по-еврейски и молиться. Вы должны понимать, что фактически Римская империя была толерантна ко всем видам религии. Толерантна она была. И вот это демократия, будем говорить, демократия Римской империи. И они более всего, хотя там греческие боги были на первом месте, но более они принимали богов от Бавилонии, Сирии. Вот тех они, потому что они более воинствующие такие, жесткие. Но толерантность была к любой вере. И поэтому и евреев не преследовали за то, что они походили на Храмовую гору и так далее. Это Александр Македонский, после него заставляли их принять всяких богов. А Римская империя имела толерантность к разным религиям. И поэтому выбор Корнилия и служить богу Израиля, или по еврейскому вероисповеданию, не был сюрпризом. Но есть условия. Есть условия или нет условий? Молодец, наконец-то дошло. Твой бог будет моим богом, все, мы хороши и так далее. И пошли. И помните то место, где Ишуа пришел во двор язычников? На Храмовой горе был что? Да, не то, что они там язычников, поклоняющихся идолам. Там же не было двор идолов. Правильно? Это были из Аймхарет, то есть из других народов, которые приняли на себя какое-то обязательство. А это обязательство было через ги-юр, а мужчин нужно было семь раз. Нет, нет, шутка. Вы понимаете, да? Вы должны понять, то, что произошло с Неемией и теми реформами, которые он сделал, отложились отпечатком правил до пришествия Мессии. И стать частью народа ты не мог, если ты, поклонение даже на Храмовой горе и так далее, если не будет этой ситуации. Поэтому Деяние апостола, 15 глава, был большой геволт. Большой геволт. Что делать? Нужно обрезать. Нужно обрезать. Причем-то поголовно всех. Если ты брал на себя закон Моисеев, то они имели в виду, что ты доберешься со всеми последствиями. И Корнилий в данный момент, если вы посмотрите, он чтил Бога. Но храм тогда был или не было? Был. Нужно было ему ходить туда, чтить Бога? А разве не обрезанный мог туда пойти? Нет, он, наверное, был там, где там ездили. Какие? Должны быть, и там тоже должны были обрезаны. Их не пускали в святое святых, или не в святое святое, а в святое место. Не могли идти. Поэтому там был ход, который написан, путь истины и жизнь. Пройти туда. Поэтому делали гешефт, как раз вот где язычника было больше всего. Иисус пришел и говорит, мой дом назовется домом молитвы для всех народов. Уже в то время храмовая гора служила домом молитвы для всех народов. Только для одних было чуть-чуть ближе к святому месту. Некоторым отделили маленькое место, потому что они сделали маленький гиот, чуть-чуть себе, убавили веса, и все нормально. Услышьте меня, пожалуйста. Я как бы хочу, чтобы вы понимали, с Корнилем, если бы он был бы просто язычником, то какого перепугу нужно было будить Петра, чтобы он пошел туда? Таких было очень много. Он был иудей? А? Он был иудей. Да. Прямо вам говорю. Прямо. Да, прямо говорю, что он не был, как бы, ну, как говорится, иудей по маме либо по папе, но он взял на себя ответственность иудейской веры. Наподобие то, что сделала, например, Руфь, да? Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Понимаете, да? И где ты будешь, там, и я буду. Но он же не уехал в Рим, там, где-то доставал. Он оставался в Израиле, все понимал, все как четко происходило. Поэтому здесь ему нужна была еще одна часть, где он чаяния искал, он ждал того Мессию, у которого везде говорили, придет Мессия, да, он будет, и так далее, там все. И вот в этом может быть порыве, в надежде, в которой должно быть избавление. То есть, ведь обещание, сколько в Торе написано, и тут, наверное, в этой молитве, в этих хождений пред Богом, раз, и Бог говорит, Петр, иди, не считай его нечистым, приходи, ешь с ним, и так далее, и общайся с ним, и скажи ему все, что необходимо слышать для спасения. Это лишь-то мое мнение, вы можете с этим поспорить, вы можете с ним, как бы так, ну, прямо, как бы так вот говорить, но без покаяния невозможно принять Бога. Вы понимаете, да? И вот, и вот, когда даже Павел ходил в Греции, да, вот там, он говорит, ходил я вот сиди здесь, ваших идолов, ходил там, и увидел место неизвестному Богу. О, вот об этом неизвестном Боге, который, хочу вам рассказать об этом. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, вот такие моменты. и вот, подходя к концу нашего урока, у нас останется еще моих 10 страниц, которые мы должны будем пройти. Четверг. Какие-то есть вопросы? запутали, получается, до Едры, микрофон, микрофон, что-то ответил, а то будет говорящий, разговаривать с ним. То есть, ничего нового не получилось. Нового? То есть, до Едры и до Ниэмии, все было то же самое. То есть, он не вел, то есть, ни Ниэмия, ни Ниэзра не ввели новых законов, не ввели новых уставов, не ввели новых правил. Нет. Кроме жесткости. Кроме стандарта, например. А конкретные? Конкретные стандарты. Это принятие на себя ответственности закона. Раньше это было. Нет. Мы можем это увидеть, что, мы читали, да, среди вас может быть иноплеменник. Он должен, да, но он не должен был брать на себя эту ответственность, обрезание и так далее, так далее. Это у Вавилона же это было. Нет, послушайте, если вы, давайте мы вернемся там, где, на праздники, да. Я уже там запутался. А? Сейчас, 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 Вот, второзаконие, 16 глав, праздник, совершайте у себя 7 дней. когда берешь с гумна твоего, из точила твоего, веселись в праздник твой, ты, сын твой, дочь твоя, раб твоя, раб твоя, рабыня твоя, левит и пришелец. Слово пришелец, он должен был просто соблюдать, ну, как бы сказать, праздники, но он не должен был обращаться. Помните, да, помните, когда один из пришельцев в субботу просто дрова носил, да, его взяли и что? Да, его лишили жизни, чтобы не нарушал. Другими словами, туда попытался скрометировать закон Божий, но не давало им права, здесь не говорится, обрежь его, и так далее, и так далее. Понимаете, да, если он только захочет. Среди евреев жили еще не евреи, которые не должны были компрометировать евреев относительно идолов. Они должны были просто жить против них и соблюдать все праздники, которые Господь возложил на них. Вы проще, то есть Моисей это утвердил, но этого не делали до Немии. Да. Так хотите сказать? То есть они этого не доделали. Они не доделали. Возьмите момент, когда они вошли в землю обетованную. У нас еще есть немножко времени. У нас еще немножко времени. Когда они вошли в обетованную землю, они вошли и не изгнали народы. И Бог говорит, а если вы это не сделаете, они будут для вас колючкой. То есть у вас будет постоянно компромисс, постоянно будет вас вводить в идолопоклонство. И фактически это произошло. Мы уже говорили в прошлый раз, что произошло с коленом Вениамина. Они настолько развратились и все остальное. Каждый ходил по своим вещам. Ковчег Господин стоял в Сихеме. И приходили туда три раза в году. А что до этого делать? Священники там жили, чтобы учить их и так далее. Но момент, что они не исполняли все. Они не исполняли, они не сгнали, они были компрометированы этим. Мы входим в жизни судьи, и мы видим, сколько идолов оставалось в Израиле. Каждый своего носил. Носил. Да, они верили, но при всем этом не исполняли все. Возьмите царей. Все, вроде бы, кажется, эра царей пророков началась, как бы, такое движение должно быть, восстановление, хвалы и поклонения Давида, Соломон, красота, все, потом бах, и начинается опять та же самая история. То есть, здесь в Нейми идет итог всей истории и говорит, так поступать не будем. Мы делаем сепаратизм, мы отделяемся, мы становимся сектой, реально, мы становимся сектой, в которую могут войти люди, которые берут на себя ответственность, и эта ответственность будет караться таким образом, к которому мы придем завтра. Там, например, он дорвался волос на голове людей, мочил их по полной программе, изгонял тех, кто не хотели принимать ги-юр, все, говорит, у тебя нету места, быстро отсюда. И эта проблема оставалась фактически до Второй мировой войны. И евреи жили кагила, таким обществом, закрытым обществом, и если мальчик еврейский хотел жениться на девочке, его просто, или наоборот, его либо погоняли, либо придавали его позору, такому, что у них, поэтому они женились между собой, некоторые имеют голове фэр. Ну, как он говорит, я делал за это выговоры, по финалу, сми. Субтитры